Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Блин, я себя чувствую, как будто я депутат и говорю в микрофон. Как-то странно, да, расположен микрофон. Просто я не знаю, куда его деть. Как-то так будет далеко. Так тоже не очень удобно. Ну, да ладно, пусть стоит. В общем, мои хорошие, сегодня у нас с вами грузинские хинкали. Мои любимые. Здесь соус. Он просто не поместился. Хотя можно его куда-то сюда. Да нет, он. Разолью я его. Здесь у нас вкуснейший кофе 3 в 1, мой любимый. Я вроде думала, что это все разложу как-то красиво, но не хватает места. Масли на оливке. У меня здесь болячка не проходит никак. В комментариях все думают, что я заляпалась. К сожалению, это не так. Я не заляпалась. У меня появилась болячка. Я его постоянно бальзамом для губ мазала. Вчера мне жена моего дворного брата сказала, что ты больная. Почему ты мажешь бальзамом, а не этим ацикловиром? Вчера День Святого Валентина отметили все вместе с родственниками. в такой теплой компании болтали о том, о сём. Люблю, когда с родственниками хорошие, искренние отношения. Ну, вы в инстаграме, наверное, видели. Вернулись домой аж в 12. Представляете? Мы ещё планировали после плотного такого ужина 2-3 круга походить вокруг дома. Потом передумали. Что так себе идея. Ребят, мне жутко неудобно с этим микрофоном. У меня постоянно такое ощущение, что я сейчас в него ударюсь. Поэтому давайте его перемещу. Вот так значительно лучше, как я обожаю брокколи. Часто мне задают вопросы. Общаюсь ли я со своими родственниками? Как они относятся к тому, что я снимаю мукбанки? Они относятся параллельно к тому, что я снимаю мукбанки. Я ничего плохого не делаю. Я никого не оскорбляю. Но общаюсь я не со всеми. Не в том плане, что я с кем-то, например, в ссоре. У нас произошёл какой-то конфликт. Конфликта никакого ни с кем абсолютно нет. Я такой, знаете, мирный человек. Просто есть люди, с которыми мы очень похожи. Например, у меня есть тётя, которая живёт в Дагестане. У неё есть две дочки. И вот с одной мы прям очень похожи. То есть взгляды на жизнь, жизненные позиции. Мы понимаем друг друга с полуслова. С другой вообще не похожи. То есть мы два разных человека. Естественно, я общаюсь с той, с которой мне проще общаться. И я не вижу здесь ничего плохого. Вот. Например, мой двоюродный брат, у которого я работаю, он в своё время всегда меня поддерживал. И когда я в универе училась, меня поддерживал. То есть всегда в трудную минуту был рядом. С родным братом, естественно, каждый день общаемся. Обязательно. Он такой любитель мукбанков. Прям обожает. Я, например, снимаю закупку продуктов. Он так радуется. Ура, наконец-то! Про еду! Он просто настолько любит покушать, вкусно поесть. Для него это прям смысл жизни. Так что тут вопрос стоит не о том, что человек хороший, плохой, просто он не подходит или не подходит. Хорошие друзья. Хорошие родственники. на вес соута. И с ними всегда нужно стараться поддерживать хорошие отношения. Как же вкусно, ребята! Я прям не могу! Это просто супер вкусно! Эту попку мы не едим. Я пробовала грузинские ханькали. И в ресторанах все равно домашние. Они намного вкуснее, потому что вы кладете туда свежее мясо, которое вы знаете, где вы купили, почем. и какого качества. Мы с мамой на днях сняли видео заготовка продуктов на месяц. Хотя мама предлагает это видео снять заготовку продуктов на неделю. Вы знаете, там все зависит от того, насколько большая у вас семья. То есть, если семья состоит из двух человек, из трех, то это прям на месяц заготовки. Мама говорит, нет, давай напишем, что на две недели. Я говорю, мам, когда последний раз ты видела такие большие семьи, сейчас никто не хочет жить с родителями. Все живут, не знаю, с парнем вдвоем, с мужем вдвоем. Может, вдвоем еще один ребенок. В этом плане мне очень нравится мой парень. Он тоже считает так же, как я, что молодые должны жить отдельно. И недопустимо, чтобы родители парня жили вместе с нами, мне кажется, тогда не остается уважения. Все-таки нету такой свободы действия. В той или иной степени появляется какая-то ревность. Самый лучший вариант жить отдельно. Как вкусно, как хорошо проварилось мясо. Как только я снимаю мукбанг, мой котик за дверью мяукает. Ладно, дашь ему один грузинский ханькаль, он наестся и будет лежать. Нет, он просто покусает тут-там, потом начнет играть, выбросит в один какой-то угол и все, будет просить еще, да еще. Поэтому я всегда маме говорю, надо маленькими порциями давать. Дальше пройдемся по вопросам. Алина из Тенюк задает вопрос. Было ли такое, что ты теряла какие-то ценные вещи, например, золото или супер дорогой телефон? Когда это было, расскажи немножко об этом. Чтобы прям дорогой телефон, у меня его просто не было никогда. Никогда у меня не было очень дорогого телефона. И это прям факт. То есть айфоны когда вышли, я помню, что айфон какой-то первый был, просто айфон был. И как-то ни у кого и не было, повсюду рекламы были этих айфонов. Я помню эти моменты. Насчет золота, если мне память не изменяет, нет. Может, я просто не помню сейчас. Однажды нас обокрали на рынке, когда мы покупали мне куртку. Но я совсем маленькая была. Это были, наверное, 2000- 2005 год. Мне было не помню сколько, но я была маленькая. Должна была пойти в школу. мы хотели мне купить куртку. даже воровства воровства такового не было в жизни никогда. Единственный момент воровства, который я помню, исключая тот момент, что нас ограбили однажды. у меня однажды подруга украла блеск для губ от Эйвен. Как сейчас помню, с вишневым таким запахом. Ой, не вишневый, виноградный такой запах был. У меня однажды папа потерял очень дорогой телефон, который на то время стоил как сейчас айфон. Супер дорогой такой телефон пошел купил папа, а потом потерял. Вроде как написал заявление в полицию и все дела. так и не нашли ни телефон, ни человека, который это сделал. Поэтому заявлять, не заявлять, даже не знаю, в таких случаях стоит или нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, было ли у вас такое, что вы, например, потеряли телефон, обратились, не знаю, с иском в правоохранительные органы и вам нашли его. Вообще реально ли это? Или это из ряда фантастики? Возможно времена меняются, сейчас говорят вот эти последние айфоны можно вычислить. Где находятся я иногда смотрю на девочек, на звезд, у них там браслеты, квартир, с бриллиантами, по 2 миллиона они стоят. И вот мне искренне очень интересно, 2 миллиона у тебя на руках, как ты не боишься просто идти по улице. На мой взгляд, спокойно могут тебя ограбить. года 3-4 назад, когда я в универе училась на третьем курсе, я так мечтала о золотой пандоре. Она тоже стоила очень дорого, но мне очень хотелось ее иметь. А сейчас я честно думаю, что хорошо, что я ее не купила, потому что пандора в то время была очень популярной, это был тренд, сейчас уже она потеряла свою актуальность на самом деле. Поэтому я думаю хорошо, что у меня не было золотой. У меня была серебряная, которую я просто передарила года 3 или 2 назад. В общем, передарила ее, потому что уже как-то не ношу. очень вкусно. Такие большие, крупные. Прям хорошенько сваренные. чтобы терять что-то ценное, ценное должно быть. Однажды у меня сломалась сережка, очень неудобная сережка была, она всегда цеплялась за все. Я даже в школе пошла нашла кусочек сережки, который отвалился. когда я маме рассказывала, она меня хвалила, что молодец. Я, по-моему, в первом классе всего была. Я уже понимала. Настолько острое, что мне уже из носа пар идет. Кто-то любит острое. Я смотрю, красный перец чили, у меня брат просто кушает, как будто это яблоко. Я не могу. Последний красавчик. сочный пельмешки люблю и лесгинские хинкалы люблю. Очень нравится сочетание теста и мяса. уже заляпалась. Уже заляпалась. рецепт на обалденные грузинские хинкали будет внизу. Всех люблю. Целую. Обязательно подписывайтесь. Мне будет безумно приятно. Пока.